Итак, доброе утро, дорогие друзья, все, доброе утро. Наконец-то получилось войти. Что-то Facebook, он хочет, обновляет какие-то службы безопасности и не давал мне войти на страницу ВАИКРа. Но, с Божьей помощью, все получилось лучше поздно, чем никогда. И, хотя мы сегодня на 8 минут опоздали, но Деорг Денивни нас дождался, и слава Богу. То есть, иногда в жизни приходится долго ждать того, о чем ты, что хочешь получить. Яков Шатадин, шалом. Известная история, как один призывник на военном пункте, в призывном пункте получал военную форму. И когда ему давали форму, он встал, задумался и говорит, вот интересно, как жизнь работает. В 5 лет я у Деда Мороза просил военную форму. Ну, в 5 лет мне родители ее не подарили, а вот сейчас она дошла до меня, наконец-то, моя просьба. То есть, бывает, что человек о чем-то мечтает, потом перестает мечтать, а потом это же получает. А бывает наоборот, что человек не мечтает, а он думает о том, что будет плохо, беспокоится, например. И думает, что он делает прям замечательную вещь, что он от всего прям предохранится этим. А по факту, он своими вот этими вот ожиданиями и беспокойствами, он создает ту реальность, которую потом и получает. Знаете, как самосбывающееся пророчество, когда человек боится, что что-то произойдет, оно с ним может произойти. И это очень тоже интересно, как работает. И, значит, обо всем этом, как это все работает, нам Бог сообщил в Торе. А царь Соломон в книге Мишлей притчи это перевел на понятный язык. И мы сейчас пытаемся понять, понять вот эту вот божественную мудрость, как работает мир. И изучаем вместе притчи. Кто первый раз, например, он может понять, что здесь происходит. А кто уже не первый раз, я вижу, что большинство уже не первый раз. С Солом вот из Великого Волынского, из Москвы у нас есть, Солом из Москвы, со всего мира. Это, представляете, какие чудеса мы живем, что сказать, что что-то невозможно, что-то нереально, люди нашего поколения вообще не могут. Потому что мы за последние 20 лет увидели, что как мечты становятся реальностью. И вот еще немного. Я еще помню, как в 60-м году или в 61-м году Гагарин летел в космос, первый человек попал в космос. А в ближайшие уже годы или уже сейчас уже можно будет летать в космос просто как туристы. То есть сейчас пока первые вылетают в ближайшее время, а я думаю, лет через 10 это станет так же доступно, как летать на самолете. Вот это изменение за буквально последние 50 лет. Хорошо, дорогие друзья, все, мы продолжаем. Значит, 10 глава у нас и сегодня у нас 12 отрывок. В 11 отрывке мы изучили, что источник жизни род праведника. То есть праведник, он потому и называется праведник, что он говорит только хорошие, правильные, добрые вещи. И он поэтому источник жизни, потому что Бог это жизнь. Праведник, он говорит то, что Бог сказал делать или Бог сказал не делать. И он поэтому становится для других людей источник жизни. Я вспоминаю, как Равыцкая Зильбер, Зехрад Садикли Враха, правильно сказать, мы учили в предыдущем отрывке. Он когда садился в такси, он говорил с таксистами всегда слова Торы. То есть он его прям брал за руку таксиста, ему говорил какие-то из недельной главы какие-то вещи, какие-то вещи говорил ему. Вот именно то, что таксисту в этот момент надо было услышать. Он каким-то образом знал, что когда у каждого человека есть внутри какой-то его ход мысли. И этот ход мысли, он в основном вертится вокруг проблем. То есть обычный человек, он так устроен, что ему вот он, вот коронавирус, вот а что мне делать, а что я буду... То есть как бы голова все время, его мысль решает какие-то проблемы. Теперь, а что Тора? Тора есть решение всех проблем. То есть Тора это Бог, он же хочет, чтобы людям было хорошо. И он дал в Торе как бы правильный ход мысли, да, который приводит к решению всех проблем. И когда Равыск, как Зильбер, великий праведник, он начинал говорить слова Торы. В этот момент таксист, он через эти слова Торы, он присоединялся, как по Wi-Fi, к Богу. Ему Бог давал решение его какого-то вопроса, который в тот момент у него был. Я вспоминаю тоже одну историю. Как-то он пришел на суд, где судились муж и жена. Судились муж и жена, и значит, он пришел их помирить, он старался всех помирить. И он, значит, пришел туда на этот суд, и там вышла женщина какая-то. И он эту женщину остановил, и говорит, он думал, что это жена. И говорит, вот вы знаете, адвокаты, они же хотят только, это их работа, они хотят сделать только, то есть, чтобы заработать деньги, они готовы ссорить. И они, это их, чем больше люди ссорятся, тем лучше адвокатам, которые выступают со стороны каждой стороны. И он так этой женщине это все горячо объяснял, как бы, или, в общем, в итоге оказалось, что это был адвокат. И это был адвокат, а не жена. И адвокат после этого ему говорит, вы знаете, говорит, я поняла, что действительно, ну, я неправильно себя вела, то, что я настраивала жену против мужа, и я это поняла, что это, ну, как бы, это неправильно. И она перестала настраивать жену против мужа, хотя это была не жена, а это реально был адвокат. Я сейчас думаю, знал он, что это адвокат, или он, ой, я ошибся, но, возможно, что он, ну, я не знаю. То есть он был, с одной стороны, он был полностью великий праведник, но, с другой стороны, он был очень умный человек, который мог достигать хороших целей, используя, ну, максимальную, максимальную, это называется, сообразительность, скажем это так. Хорошо, значит, и как раз вот у нас в 12-й отрывок, 12-й отрывок, который мы сегодня изучаем, он об этом написано так. Сина Теорер Медоним Вальколь Пеша Техасе Ава. Значит, переводится это так. Ненависть пробуждает суды, и за каждый проступок, каждый, вернее, проступок и преступление покроет любовь. Теперь давайте разберемся, как, что это значит. Значит, есть вот люди между собой, часто начинают спорить о чем-то. Один доказывает свое, второй свое, причем оба доказывают какую-то субъективную реальность, и абсолютно друг друга не слышат, и раз уже им приходится спорить, то из них никто не может претендовать на абсолютную правду. Каждый высказывает какую-то идею, но очень часто люди спорят друг с другом. Это называется спор. Теперь, если их спор касается чего-то, например, денежный спор, то есть какая-то ситуация, в которой есть имущественный ущерб, или есть какой-то, ну вот, да, более жесткий такой спор, да, который за что-то конкретное, тогда это называется уже не спор, а это называется, нет, секундочку, не так могу ему объяснять. Он объясняет так. Есть споры, люди просто обмениваются мнениями. Есть рева, это ссора, когда они уже начинают ссориться за свои мнения, то есть они начинают нервничать и гневаться за свои мнения. Это называется ссора. Теперь есть следующая стадия, называется ДИН, суд, когда они доказывают и идут к третьей стороне разбираться по поводу того, кто из них прав, иногда они в суд идут, иногда они еще куда-то идут, но это уже стадия, когда они готовы доказывать свою правоту, но не могут, потому что это неоднозначная вещь, в суде это обычно неоднозначная вещь, но они уже идут за разрешением к третьей стороне. Это называется суд. Теперь есть еще четвертая стадия, это когда есть однозначная вина человека, который признает свою вину. Это называется пэша, проступок. Это называется проступок. Например, когда один человек въезжает сзади в машину другого, тот стоял себе спокойно, этот въезжает, это уже проступок. То есть это уже реально, как можно сказать, ну доказанное преступление. Тут не надо судиться, кто прав, кто виноват. Если произошла авария, то это суд, они обычно судятся, кто прав, кто виноват. А если они на дороге не знают, кто кого пропускает, они друг на друга покричали, это ссора просто, да. Теперь, что говорит нам царь Соломон? Он говорит, что если есть у человека внутри ненависть, то она пробуждает из любого спора, из любой ссоры делать суд. То есть есть люди, которые они все время с другими судятся, они доказывают, они воюют и так далее. Но он говорит, что по факту, эта ненависть, которая есть у них внутри, живет, она пробуждает, и она побуждает к этим судам. Ненависть, сена. Теперь он говорит, и даже на каждую пэша, но если есть, даже уже доказанное преступление, но если человек любит того, кто сделал это преступление, так он ему это преступление тоже простит. Написано, как бывает иногда, вот мамы, дети по отношению к ним не красиво себя ведут, неправильно себя ведут, они делают какие-то даже просто ужасные проступки, преступления какие-то. И матери покрывают их, оправдывают их, и говорят, помогают их. Там есть много известных историй, как матери покрывали своих детей преступников, таких, что ужас какие были. Они им просто помогали. Матери, отцы тоже. И они говорили, нет, он ничего плохого не сделал, как бы это так получилось. То есть пытаются всеми силами его оправдать, лишь бы, почему? Потому что любовь покрывает даже проступки, а ненависть, она пробуждает и делает суды, даже там, где можно было бы не делать суды и не включаться. Понятно, да? То есть мы как бы копнули вглубь и поняли суть вот этого вопроса. Теперь дальше, 13-й отрывок. 13-й отрывок, он звучит так. Значит, еще раз мы уже знаем, что люди делятся на разные категории и разные типажи. Значит, есть знания, оно тоже делится на разные уровни знаний. Есть хохма, божественная мудрость. Нете аксиомы, которые Бог сообщил людям, когда сотворял мир. То есть он сказал, это добро, это зло. Теперь дальше. Это называется хохма, божественная мудрость. Дальше есть люди, которые в нее верят, и есть люди, которые в нее не верят. Но в любом случае, каждый человек живет, исходя из каких-то жизненных установок, которые он установил для себя как правило. То есть вот есть же какие-то правила у каждого человека. Один думает, это можно, это нельзя, это хорошо, это плохо. Значит, там я слышал вот как-то фразу такую, один там говорит, моделер какой-то, да? Вот там, одевать желтое, это преступление. Вот он прямо, ну вот ему желтое, это преступление одевать, да? Другой может сказать, там, опаздывать на встречу, это преступление, это зло. А третий может сказать, ну это, типа, 15 минут вообще не опоздание. То есть каждый человек живет в мире каких-то установок, которые он считает аксиомами. Теперь, но все эти установки придумали люди. Теперь и есть Тора, это божественная мудрость, хохма, божественная мудрость, которую установил Бог. Он сказал, это добро, это зло, это можно, это нельзя. Причем очень строго сказал, прям конкретно сказал. Теперь дальше. Это называется хохма. Есть второе качество, называется бина. Бина, это сообразительность. Это, есть люди, которые, они сообразительные. То есть они все время строят какие-то комбинации. Это называется строить, понимать вещь из вещи. Это называется навон, сообразительный. Например, человек смотрит в окно. Один человек смотрит в окно, он видит дерево. Он видит дерево, он видит просто картинку. Другой человек смотрит в окно, видит дерево, видит солнце. И он задает себе вопрос, какая сегодня погода на улице, температура, что мне одеть? И он начинает строить из этой картинки, он начинает строить целую цепочку причинно-следственных связей, в которых он в итоге одевает какую-то одежду. А другой человек просто смотрит в окно в виде дерева, и у него нет второго слоя. То есть люди по-разному мыслят. А есть люди, которые еще глубже копают. Он копнул дальше и говорит, весна, тепло. Он такой думает, а это значит глобальное потепление. А глобальное потепление значит, и он выстраивает вот такую вот на этом счете какую-то конструкцию, вот такая вот вообще огромнейшая. И это, ну то есть это опять же качество ума называется причинно-следственные связи, строить какие-то выводы. Но надо понимать, что вот эти все причинно-следственные связи, они иллюзорные. То есть человек может настроить себе все, что угодно, какие-то выдумать там идеи, но это все он сам построил. Теперь дальше. Написано здесь, что басифтей навон тимца хохма. Значит, теперь давайте это сведем. Если человек принял правильные аксиомы хохму, божественную мудрость, то есть два типа людей, которые приняли божественную мудрость. Есть люди однозначные, простые. Вот он что прочитал, то и делает. И он особо, ну то есть он не вдумывается глубоко. Он ему сказали, вот есть прямо написано, встал, скажи Мадеани. Он сказал Мадеани. Там это благодарение перед тобой. И он такой спокойно выполняет все вот эти вот повеления Торы. Теперь навон. Навон это сообразительный. Он берет эти повеления Торы, он обдумывает. Он говорит, а почему надо сказать Мадеани? А вот когда я говорю это Мадеани, благодарение перед тобой, что я должен в этот момент думать, как я должен себя чувствовать. И он начинает копать вглубь, вглубь и вглубь. Теперь в чем между ними разница? Разница в том, что если один, например, ночь не поспал, вот тот, который просто прямой такой, он прям получил приказ, он делает. И он получил приказ, когда утром просыпаешься, сказать, сказать, благодарен я перед тобой. Но он не знает, что делать, если он, он же смысла не понимает, почему это он не вдумывался глубоко. И он не поспал ночь. Что ему дальше делать? Или он в космос полетел. Что ему дальше делать? И он в этот момент впадает в ступор. А если он еще и сообразительный, и он глубоко копнул, он понимает причинно-следственные связи вот этой божественных заповедей, пытается понять, то написано, что у него в устах, у этого сообразительного, всегда найдется божественная мудрость. То есть он ее умеет сопоставлять, соединять, строить. Понятно, да? То есть это два просто разных уровня. Теперь, Вышеведлегав Хасер Лев. И палка на спину Хасер Лев. Кто такой Хасер Лев? Палка на спину эмоционального и неразумного. Что это значит? Но есть люди, которые не управляют своим сердцем, своим мышлением. Он вроде бы и знает, что надо говорить. И он понимает, почему надо говорить. Но он не может говорить, почему он не хочет сейчас. Он хочет спать и кушать. И он, зная, у него вот так мелькают мысли, он все знает, все понимает. Но он не управляет собой. Большинство людей неуправляемые. И это говорит царь Соломон, что вот таких людей неразумных, которые не могут управлять собой и не могут себя сами контролировать, их может контролировать только палка снаружи. То есть они на уровне, как животные, которые не вдумчивы эти особо животные. Их нужно обязательно, чтобы снаружи кто-то ими управлял. И большинство людей, интересно, воспитаны в такой концепции, что они, у них вот этот вот внутренний привод управления собой, самодисциплина, самомотивация, она у них отключена. Почему? Потому что с детства их приучали слушаться внешнего какого-то, внешнего управления. То есть они внешне их заставляют учиться, они учатся. Только их перестали заставлять учиться. Они сразу, хасер левый, это такой вот эмоционально несобранный. И они это хочу, глаза видят, сердце хочет, руки-ноди делают. А так как глаза сейчас видят очень много разных стимулов, то такого человека по жизни носит, колбасит. И они очень податливые под любое внешнее влияние. И, а так как внешнее влияние, оно на сегодня СМИ, вот это все, оно только ведет людей до общества потребления. Все хотят зарабатывать, и человека ведут просто по каким-то схемам, чтобы тут проголосуй, тут купи, тут оденься, тут посмотрите, но, и его ведут вот по этим вот воронкам продаж, туннелям, да, через которые прям конкретно маркетологи прям вычисляют, фейсбук и так далее. То есть фейсбук продает внимание людей, представляете? То есть ты говоришь, я хочу, чтобы вот таким-то людям в такие-то моменты показали то-то, чтобы они сделали такое-то действие. Фейсбук говорит, отлично, все сделаем для тебя, всех найдем, всех приведем. И царь Соломонас предупреждал 3000 лет назад, что, что вышевет легав хасер лев. Только палка снаружи, по спине, для того, кто не управляет собой, ему поможет. Поэтому, поэтому тот человек, который хочет, хочет действительно перестроить себя, он должен, первое, научиться управлять своим мышлением, научиться управлять собой. И это достигается через учебу, через, ну, отключение от внешнего привода. Все время вот хасер лев, это есть такая сейчас очень серьезная болезнь, называется синдром дефицита внимания. Люди не могут держать внимание на одном предмете дольше минуты. Сейчас их просто убивают вот эти все тиктоки 15 секунд, инстаграмы, фейсбуки, когда ты не можешь сосредоточиться на одном вещи больше двух минут, люди не могут. И это время все время снижается, снижается и снижается с каждым годом, представляете? Потому что люди становятся вот такие вот, они не могут сидеть на месте, им постоянно надо за что-то цепляться. Это ужасно. И очень важно научиться себя оградить от этого тлетворного влияния вот общества, СМИ, которое сегодня есть, и научиться быть спокойным, сосредоточенным, внимательным, управлять собой, управлять своим вниманием и своим внутренним миром, чтобы быть спокойным, рациональным, сообразительным и жить по торе. Все. Это вот сегодняшние выводы. И с Божьей помощью, чтобы мы не были хасер лев, чтобы мы не были с синдромом дефицита внимания. Это ужасно. Быть с синдромом дефицита внимания, быть вот таким. Все. Удачи, успехов, чтобы мы все были сосредоточены. Все. Хорошего дня.